Всем привет! С вами Station Marks. Тут на днях вышла новинка. Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» о трагическом новочеркасском расстреле 1962 года. Его тут же выдвинули от России на американскую преми-оскар. Напомню, что за всю историю лауреатами в данной категории становились российские фильмы «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. Достоин ли фильм Кончаловского награды за свой антисоветский пыл или же нет? Конечно, мы знаем, что «Оскар» нынче крайне политизированная награда, но мы очень опасаемся, что в фильме Кончаловского недостаточно антисоветчины. Можно было и побольше. По крайней мере, мы ждали штампов, например, что КГБшник изнасилует героиню Юлии Высоцкой, но на удивление этого не произошло. Зато в фильме полно других крайне удивительных ходов. Но наша задача не только покритиковать этот шедевр кинематографа, но и разобраться, что произошло в Новочеркасске и как коммунистам относиться к этой трагедии. Давайте поговорим о предпосылках того, что произошло в фильме, потому что в самом кино это показано, ну, как мне кажется, довольно криво. В самом начале героиня жалуется, что в магазине ничего не купить, а после этого берут в гастроном, чтобы получить свой суперпартийный паёк с глазурованными сырками и венгерским коньяком. Повышение цен в 1962 году произошло в исполнении постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР о повышении закупочных сдаточных цен на крупный рогатый скот, свиней, овец, птиц, масло, животные, сливки и лыжечных цен на мясо, мясные продукты, масло, животные, опубликованного во всех центральных лицах СССР 31 мая 1962 года. Хрущев в своих публичных уступлениях говорил, что это повышение цен находится в интересах рабочего класса, это позволит избежать больших очередей в магазинах, а также избежать дефицита. Но по факту, вначале в Штатах и так уже мясо было довольно сложно купить в свободной продаже, ну только если по кем-то очень большему блату или на колхозных рынках, но уже за совсем другую цену. При повышении государственных цен с 1 июня выросли цены на колхозных рынках, а это значит, что мясо стало вообще недоступным для большинства населения. Учитывая, что при Сталине и несколько последующих лет цены каждый год 10 марта снижались на 10-20%, у населения возникли закономерные вопросы. Почему же, если мы выходим в космос и строим социализм, жизнь становится только хуже и сложнее? Как же так вышло? Спросим об этом у Алексея Сафронова. Ну, здесь, как со многими другими хрущевскими реформами, на мой взгляд, сочетание объективных обстоятельств и того самого волюнтаризма, за которого его потом ругали. Потому что в основе этого повышения лежали вполне себе объективные экономические процессы, связанные с тем, как за 20 лет до этого был решен вопрос обеспечения провизии городов, когда начиналась ускоренная индустриализация. Вопрос этот был решен довольно жестко. Появились так называемые обязательные поставки. Поначалу в рамках договоров контрактации, это расширение контрактации, это 29-й год, а именно под названием обязательные поставки это 33-й год, зима 33-го года, которые сводились к тому, что поэтически называлась первая заповедь колхозника. Ты должен сдать определенное количество продукции государству по фиксированной цене. И было несколько разных цен на одни и те же продукцию. То есть там условно первые 100 центнеров ты сдаешь по цене рубль, то, что у тебя остается, сверху можешь уже сдавать по цене 2 рубля. И самое неприятное для колхозников в этой системе было то, что оплата за обязательные поставки была ниже себестоимости производства этой продукции. То есть государство говорит, что ты должен нам продать такое количество еды по цене, которая явно меньше не только рыночной, там, цен колхозного рынка это называлось, но она меньше себестоимости. То есть с экономической точки зрения тебе этим заниматься прямо невыгодно. Но тебя, грубо говоря, никто не спрашивает. И эта система существовала ровно до смерти Сталина. И ее разбирать стали сразу после, значит, уже в 1953 году. В августе 1953 года новый глава руководства Маленков, новый глава страны Маленков сказал, что это неправильно и нам нужно установить такие цены, которые бы покрывали затраты колхозников. Связано это было не только с тем, что новое руководство решило повернуться лицом к колхозникам, но и с тем, что прежняя система, она совершенно не способствовала увеличению производства продукции сельского хозяйства, потому что, ну, грубо говоря, большую часть того, что колхозники производили для государства, они были бы рады не производить. И позднее даже говорилось о том, что в отдельные годы, там, по-моему, в 1952 год, государству удалось собрать зерна меньше, чем посевной фонд. Надо понимать, что эта система, она неплохо работала поначалу, еще и потому, что все эти годы шел процесс урбанизации. То есть в деревне людей становилось все меньше и меньше, а в городах все больше и больше. То есть прежнему, ну, ладно, не меньше, потому что рождаемость тоже была высокой. Но вот за период, там, с 1953, по-моему, по 1961, что ли, годы население Советского Союза увеличилось на 29 миллионов человек, в том числе городское население на 28 миллионов. Ну, то есть эти 28 миллионов, это не только те, кто родились, но и те, кто перебежали из деревни. И получается, что даже если мы ничего не трогаем, по факту это означает, что тем, кто в деревне остается, надо кормить все большую и большую массу горожан. То есть это вот тот самый случай, что надо быстро бежать, чтобы оставаться на месте. А дальше получается простая зависимость, что если мы начинаем больше платить колхозникам за их товары, то у нас растет себестоимость товаров в пищевой промышленности. Ну, то есть мы печем хлеб из зерна, если мы за зерно платим больше, то у нас мука становится дороже, и теперь у нас убыточной становится уже пищевая промышленность. И наступает развилка, наступает дилемма, что мы хотим делать. Ну, то есть по экономической логике, если у нас теперь мука стоит дороже, то нам надо и стоимость хлеба тоже поднять. Если у нас мясо стоит дороже для нас, для государства, то нам теперь надо и стоимость колбасы тоже поднять. Как мы это можем сделать? Мы можем поднять оптовые цены, но не поднимать розничные, то есть цены для населения. Тогда у нас возникает какой-то разрыв. В то время на продукцию для населения, на нее существовал налог с оборота, и можно было закрыть эту дыру уменьшением налога с оборота, ну, то есть фактически уменьшив доходы государства. И на практике, да, можно, помимо того, что это не очень хорошо для доходов государства, это может привести к тому, что у нас хлеб стоит дешевле зерна, из которого его пекут. И произошло именно это. В 1956 году выходит постановление, которое запрещает кормить хлебом скотину. Ну, казалось бы, ну, зачем? А причина очень простая. Экономически дешевле купить хлеб и хлеб пустить на корм свиньям, чем кормить свиней или коров зерном. Потому что получается, что у нас вся пищевая промышленность начинает работать в убыток. И первое повышение цен на 15% было в 1956 году, но тогда оно какого-то такого явного недовольства не вызвало. И по итогам вот 50-х годов у нас по зерновым, по растениеводству соотношения выправились. То есть, закупочные цены стали выше себестоимости, то есть, кавхозам выгодно это производить. И оставалась проблема как раз с животноводством. Значительный вклад в ухудшение ситуации ввели реформы 1958 года, когда ликвидировали МТС. И основные фонды МТС принудительно продали колхозам. Одновременно с этим еще снизили немножко обратно закупочные цены, решив, что как-то колхозы все-таки слишком хорошо живут. И до кучи повысили цены на запчасти для сельхозтехники. То есть, теперь получается, как бы маятник коснулся в другую сторону. С 1953 по 1958 год мы помогали колхозам, значит, повышали закупочные цены, чтобы колхозникам лучше жилось, а не меньше, значит, убегали в города и больше производили. А в 1958 году, видимо, руководство решило, оглядываясь на достигнутые успехи, а там наблюдался за эти пять лет очень серьезный рост производства и мяса, и хлеба, правда, во многом за счет целины. Руководство, видимо, решило, что вот все, как бы наша работа здесь закончена, мы выправили положение в сельскохозяйстве, и дальше ему можно не помогать или помогать сильно меньше. И на семилетку был запроектирован существенное снижение себестоимости производства сельскохозяйственной продукции. А по факту получился существенный рост себестоимости, как раз за счет того, что вот этой вот принудительной продажей техники и повышением расценок на запчасти и на новую технику в бюджетах колхозов пробили серьезную дыру. То есть у нас опять выросла себестоимость колхозного производства, и в 1961 году власти схватились, стали ситуацию выправлять, и тогда, значит, опять повысили закупочные цены, опять получилось, что пищевая промышленность работает в убыток, потому что стоимость сырья больше, чем стоимость конечного продукта, и в 1961 году произошло повышение оптовых цен без повышения розничных цен. То есть опять крайним сделали государственный бюджет, чтобы трудящиеся этого дела не почувствовали. Но, к сожалению, до конца вот эти вот ценовые соотношения выправить тогда не удалось, потому что вот сейчас я попробую подобрать, где-то здесь у меня специально были выписаны цифры. Вот, на 60-й год, то есть перед вот этой вот поправкой 61-го года, себестоимость производства одного центнера мяса крупного работ рогатого скота в живом весе составляла 91,6 рубля, ну то есть 91 рубль и 60 копеек, а закупочная цена была 59 рублей и 10 копеек. То есть, несмотря на все вот эти подвижки, все равно с экономической точки зрения производство мяса для колхозников после вот этой вот акции с ликвидацией МТС было совершенно невыгодным делом. И вот здесь возникает та самая ситуация выбора, когда мы не можем не повысить закупочные цены для колхоза, ну, потому что либо нам надо их замотивировать, либо нам надо у них продолжать отбирать продукцию, но они плохо работают в таких условиях. И возникает вопрос, кого сделать крайне. То есть, год назад, в 61-м году, мы уже повысили цены отпускные на продукцию пищевой промышленности без повышения розничных цен, сократив размер налога с оборота, и тем самым уменьшив доходы бюджета. И вот в 62-м году руководство принимает решение, что надо бы уже и горожанам в этом деле поучаствовать, и решает, что раз уж мы повышаем закупочные цены на мясо, то надо нам и розничные цены тоже повысить. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что делать это было необходимо. Другой вопрос, можно ли это было сделать, допустим, не на 30% сразу, а как-то это по времени растянуть. Или же, может быть, об этом можно было объявить как-то заранее, для того, чтобы шока не было у людей. Или же можно было найти какие-то другие источники. Ну, какие источники, понятно, это либо переложить на бюджет, либо сократить какие-то другие статьи расходов. И, собственно, если читать постановление, даже не постановление, а письмо о правде 1 июня 62-го года, там такое обращение к всем трудящимся на целый лист, где как раз правительство пытается объяснить, что никакие другие расходы они сократить не могут. И поэтому ничего им не остается, кроме как переложить это дело на повышение розничных цен. Но я напомню ситуацию с откормом скотин и хлебом 56-го года, чтобы вы понимали, что даже если бы они отказались от каких-то других программ, и вот эту дыру стали покрывать не за счет населения, а за счет бюджета или за счет сокращения развития каких-нибудь отраслей промышленности, то все равно ситуация, когда у вас колбаса стоит дешевле мяса, из которой ее делают, она глубоко ненормальна. То есть коровы колбасу не едят, поэтому вряд ли бы дошло бы до откорма скотины колбасой, как вот это было с хлебом сделано. Но явно, что вот такая обратная ситуация, она не может продолжаться долго, потому что она ненормальна. Поэтому, резюмируя, повышение цен было необходимо. Можно ли его было провести в другой форме, так чтобы не было такой острой реакции? Я думаю, можно. Но получилось так, как получилось. Я сотрудничаю с YouTube-каналом «Простые числа» и приглашаю вас подписаться на его обновление, так как мы с командой канала собираемся в ближайшем будущем сделать небольшой ролик, посвященный вопросам ценовой политики 50-х годов на сельскохозяйственную продукцию. То есть еще раз чуть подробнее разобрать ситуацию, которая привела к злосчастному повышению цены в 62-м году. Поэтому призываю вас подписываться на канал и следить за обновлениями. А пока ролик в процессе производства, хочу обратить ваше внимание, что под этим видео будут размещены ссылки на две статьи из книжек советского периода. Одна написана в начале семилетки. Там рассказ о том, что мы хотели сделать с сельским хозяйством и как мы видим его поступательное развитие. А другая книжка написана уже в конце 70-х. И там рассказ, что по факту получилось. Эти две статьи очень поучительно читать одновременно. Поэтому для тех, кто любит читать, не пропустите ссылки под видео. Однако, кроме экономических причин, важно понимать и политический контекст протестов того периода. Это был не первый протест. А то часто представляют, что все было безоблачно, и вдруг Новочеркасск. Не будем сейчас брать протесты в ГУЛАГах. Эта тема слишком обширна. Однако, после амнистии на улицы городов попадают тысячи бывших заключенных. При этом они не социализированы и с крайне искаженными моральными нормами. Преступность в СССР того периода зашкаливала. Известны случаи, когда в городах водили режим ЧП из-за обилия тяжелых преступлений. Протесты происходили и на комсомольских стройках, например, известные события в Тимиртау. Там несколько дней шли погромы из-за того, что приехавшим покорять целину не предоставили ничего, кроме брезентовых палаток, которые еще и протекали. Были даже проблемы с водой, из-за чего, собственно, и начался бунт. Пришедшие с работы не нашли воды и взломали бочку с квасом. Ну а дальше понеслось. Кроме того, часты были столкновения между рабочими на стройках и солдатами, которые были стройбатовцами. Это часто приводило к человеческим жертвам. Стройбатовцы в целом протестовали часто и не без повода. Например, протесты начались из-за того, что стройбатовцам обещали демобилизацию, как и сверстникам, которые служили в обычных войсках. Но по итогу задержали на полгода, даже не сообщив. А когда они потребовали объяснений, что вообще происходит, партработники отказались давать комментарии и отправили их читать газеты, ссылаться на постановление ЦК. Обратите внимание, снова и снова в протестах того периода люди выходят по реальным причинам, не имеют ничего против советской власти, а к ним отказываются выходить, говорить, объяснять. Это важно и для событий в Новочеркасске. К тому же снова волновал национальный вопрос. Были волнения среди чечено-янгушеского народа. Казалось бы, им разрешили вернуться на родину и снова посидеться в своих домах, но при этом на месте им чинили админициативные препоны. Был снова передел территории, которые, по сути, являются проблемой до наших дней. В целом, как ни странно, в фильме довольно-таки неплохо показаны ублюдки из обкомов. Их речи построены довольно точно, по крайней мере, в соответствии с протоколами тех заседаний. Хотя, если смотришь их вживую, в них абсолютно не веришь. Они как будто плоские и картонные. Также много вопросов к тому, как показаны военные. Неправильно отданные команды, неверные знаки отличия, неверные модели оружия, техники, неправильно поставленные блокпосты и многое-многое-многое другое. Удивительно, что в фильме не взяли многие кинематографичные моменты, которые были в действительности. Например, события 1 и 2 июня отражают друг друга. Захват поезда Ростов-Саратов происходил два раза в оба дня. Причем один и тот же человек отключал тормоза. Достаточно мало рассказывается и про рабочие протесты, почему в конце концов люди дошли до такого. Например, тот самый злополучный НЕФС, на котором все началось. Дело в том, что с одной стороны он был передовой по выработке, с другой стороны он был технически отсталым. Там приходилось работать на устаревшем и постоянно ломающемся оборудовании. Зарплата была маленькая, ее еще постоянно снижали. В результате этого на заводе создавалась огромная текучка и брали в том числе и бывших уголовников. Это в итоге создало ту самую атмосферу, где среди рабочего протеста слышны были голоса тех, кто просто хотел что-то погромить и захватить магазин. Потом в фильме совершенно не проработана персона директора завода Курочкина. На самом деле весьма характерный представитель того периода. Он прославился тем, что сказал фразу, прям как известная императрица перед тем, как ей отрубили на гильотине голову. Когда рабочие сказали, что не могут себе позволить мясо после реформы, он отправил их кушать пирожки с ливером. При этом еще использовал слово «жрите». Это, естественно, вызвало недовольство. Фильм концентрируется только на этих ублюдках и запкомов, при этом вообще не показывает рабочих. На мой взгляд, тут нам нужно разбираться в первую очередь с этим. Если мы внимательно изучим эти протесты, то выясним, что на самом деле там был четкий рабочий посыл. Многие из тех, кого впоследствии арестовали и вынесли жестокие приговоры, рассказывали, что они пошли на это из-за того, что условия труда несправедливые, происходят, в общем-то, не самые приятные события, поднимаются цены на мясо, молоко, при этом снижается зарплата. И с детства они были воспитаны на том, что если твои трудовые права нарушают, то нужно идти и устраивать стачку. Это было во всех фильмах, на которых они выросли. Опять же, это делали большевики перед революцией. В итоге это наивное мировоззрение сыграло с ними злую шутку, потому что по факту среди группы людей, которые выступали за реальное улучшение рабочих условий, были и те, кто призывал к свержению Хрущева и, в принципе, довольно непонятным и оторванным от реальности вещам. К примеру, ходит много мифов о некоем Петре Сиуде, который был одним из зачинщиков. На самом деле, если мы посмотрим, что он выкрикивал, а все это есть в архивах, все это задокументировано, то выясним, что он выступал чисто за то, чтобы улучшить рабочие условия, никакой антисоветчины там не было. И, в общем и целом, он топил за то, что нужно требовать освобождения арестованных, он не сомневался, что они будут, и выступает за то, критиковал советскую власть. Но не потому, что коммунизм это плохо, а потому, что нынешняя партийная бюрократия не справляется с этой задачей и даже не ставит ее перед собой. На самом деле, трудно с ним не согласиться в этот период. Фильм, конечно, не ставит перед собой задачи даже рассмотреть рабочий протест и, в принципе, понять, почему так произошло. Его главная цель это показать метание главной героини, которая, вот на мой личный взгляд, ведет себя крайне нелогично. То, что она неожиданно в туалете уверовала в Бога, мне кажется довольно странным. Мне момент с молитвой показался довольно убедительным, потому что люди именно так и приходят зачастую к Богу, когда действуют некие обстоятельства непроедолимой силы и люди ничего не могут сделать или уже сделали все доступное, когда уже им не помогли врачи, им не помогла полиция, им не помогли пожарные. Что делать? Остается только взывать к Вышним силам. И там уже абсолютно все равно. Хоть Иисусу, хоть Будду, хоть Шеве, хоть духом предков и макаронным монстрам. Столько бы помогло. В целом, в фильме довольно тесно показан конфликт поколений. С одной стороны, главная героиня, прошедшая войну с санитаркой, убежденная сталинистка. С другой стороны, ее отец, казак-белогвардеец, весь увешанный георгиевскими крестами. Ну и ее дочка, ставшая воспитанницей Резлатов 20-го съезда, которой мама запрещает есть сырки, пока она не наденет лифчик. Я не шучу, это действительно в фильме показано именно так. В момент отчаяния они садятся обушить коньяк с отцом. Тот достает письмо, написанное в 1924 году ее двоюродной сестрой и рассказывает, как они там умирали с голоду, а он поехал их спасать, приехал, а они там все уже мертвы, лежат голые на повозке, или там руки-ноги свисают. И они голые сделали вывод, значит, они, наверное, были изнасилованы. Она говорит, что не могло быть такого, что вся правда написана у Шолохова, а читайте Шолохова. Говорит, если бы Шолохов писал всю правду, его бы уже давно посадили. Абстрагируемся от фильма и посмотрим на то, что же реально произошло. Люди действительно не думали, что армия будет стрелять в народ, потому что думали, это не 1905, не 1912 год. Танки ввели ночью, и там тоже был ряд интересных моментов, когда, например, чуть ли не в одних трусах один товарищ вышел останавливать эти танки, хотя он жил весьма прилично, получал зарплату, даже стоял в очереди на вторую машину. Впоследствии он был приговорен к крайне жестокому наказанию в высшей мере. Дело в том, что он агитировал за то, что сейчас липовые ленинцы у власти, и нужно, в общем-то, восстанавливать ленинскую теорию и двигаться именно по ней, иначе будет все очень плохо. Внимательно изучая эти архивы, мы видим, что там действительно были зачатки рабочего протеста, и время от времени возникали стихийные лидеры, которые выступали не против советской власти, а за конкретные рабочие требования. Однако 2 июня толпа стала неуправляемой, и организовать ее не было никакой возможности. То, что они несли портреты Ленина и красные знамена, говорит о многом, но тем не менее, когда толпа дошла до Гуркома, ей уже управлять было невозможно. Вопрос, который нам нужно задать себе в первую очередь, почему политбюро не вышло поговорить? Тот же Микоян, тот же Козлов. Единственное выступление Микояна было записано на пленку и транслировалось уже после расстрела. Как показывает опыт протестов, которых в СССР было в те годы немало, зачастую договориться было возможно. Если партработники выходили и разъясняли, общались с толпой, в целом шли на какие-то компромиссы, кто удавался избежать кровавых событий. Какие же мы можем сделать выводы из этой ситуации? Определенно, оторванность партработников на месте от народной массы не способствовала нормальному разрешению конфликтов. Одной из важнейших загадок остается, кто же дал тот злосчастный приказ стрелять в людей? Кто же стрелял на самом деле? Дополнительное до сих пор неизвестно. Есть три основные версии. Первое, то, что стреляли снайперы из 9-го управления КГБ, охранявших первых лиц государства, приехавших на место событий. Второй вариант, это то, что стреляли солдаты в тот момент, когда у них пытались отобрать оружие. Ну и третий вариант, что солдатам просто отдали приказ застрелять толпу. Ну что ж, спасибо Алишеру Брухановичу Усману за такой чудесный фильм. Мы долго после него думали, а какой же был основной посыл фильма? Что он хотел нам донести? И ничего, кроме попытки показать СССР отвратительным тоталитарным государством, мы просто не нашли, потому что никакой глубокой мысли фильм абсолютно не закладывалось. Думайте по-другому? Напишите об этом в комментариях, подписывайтесь на наш канал. А с вами был Старишин Маркс. До скорых встреч. Который мама запрещает есть сырки, пока она не наденет лифчик. Дядь, какой пи***ц. Ну это реально в фильме так, ну...